и всем приветикими секретики и вышедшим на канале секрет ока сегодня с вами снова я селе и сегодня у нас уходит видео на тему как будет проходить мой учебный день в институте что же давайте не будем затягивать и уже поскорее начнем всем желаю приятного просмотра и и и и и и и а а а а ну во-первых селя почаще одевай все-таки Такие формы нашего института сейчас-то очень приветствуются у нас, и хотя бы что-то более соответствующее деловому стилю не джинсов. Извините, пожалуйста, просто в последнее время заметила, что некоторые в футболках и в шортах ходят. Кто, например? Ну, я не хочу говорить, но просто я видела некоторых людей, которые ходят в таком. И они точно не с факультета и спортсменов. Боже мой, надо опять со всем разбираться. Ну, ты хоть, пожалуйста, меня послушай, хорошо? Ну, я вас услышала, я постараюсь носить форму нашего института. Спасибо большое. И также попрошу тебя принять участие в нашем новом проекте. В проекте? Да. Я тебе о нем еще не говорила? Сейчас я тебе постараюсь взять бумаги, и вот. Почитай, посмотри. А, здесь слишком много бумаг. Боюсь, что я не успею сейчас это все прочитать. Извини. Расскажу тебе вкратце, да. Ну, ты, если что, можешь опоздать на пару, я тебе скажу, что... Приду с тобой и скажу, если что, что это уважительная причина. Я была бы очень рада, если бы ты приняла участие, потому что я думаю, что ты прекрасно подойдешь в эту команду. Она получается из всех студентов? Да, 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 да. Мы собираем ее из всех студентов. И тебя хотим сделать как одно из самых главных в ней. Оу, это большая честь для меня, правда. Представлять институт еще и на каких-либо соревнованиях, олимпиадах. Но, я даже не знаю, у тебя прекрасные оценки по литературе. Ты абсолютно профи. Серьезно? Тебя очень хвалят преподаватели. И также я заметила твою успеваемость. Она прекрасна. И, в принципе, не только по литературе. Спасибо большое. Ты забеги ко мне после пар. А скажи еще, согласна ты или нет. Да я тебе временно подумаю. Только сегодня. Обязательно после пар зайди. Именно сегодня. Хорошо, я надеюсь, что вы будете в своем кабинете. Я всегда в своем кабинете. Но если что, ты знаешь, где меня еще можно найти. Ну все, иди на пар. Скажи, что я за что-то от ректора пришла. Опоздала. Хорошо. Здравствуйте, извините, пожалуйста, за опоздание можно войти? Таким образом. Силия Грис, почему мы опаздываем? Вы же знаете, как я не люблю, когда ученики опаздывают. А я по уважительной причине. Я была у ректора. Силия Грис, что вы еще захотите придумать? Мисс Лэм, я правда пришла от ректора. Можете даже у нее уточнить. Ладно, все, проходи. Не затягивай мне пару. У меня очень драгоценное время сейчас идет. И быстро вникай в работу, пожалуйста. И не отвлекайся, желательно. Хорошо. Таким образом, пожалуйста, перепишите эти все цитаты. Они очень будут важны для вас на зачете. Потому что я буду обязательно требовать с вас цитату. Если вы приводите какой-то аргумент, этот аргумент обязан быть цитатой. Поэтому из каждого произведения вы должны знать хотя бы по две-три цитаты на несколько тем. Я уже давно вас предупреждала, что их надо учить. Я надеюсь, что вы выучили некоторые хотя бы. Давайте попробую сейчас назвать. Хоть какое-нибудь произведение вы мне называете цитату. Допустим, Горе от Умасилия. Это комедия Грибоедова. Кто-то может сказать. Счастливые часов наблюдают. Хорошо. Крылатое выражение, да, крылатая фраза. Это очень хорошо. Что ты ее знаешь. А для чего она пригодится? Для какой темы? Ну, для раскрытия молчалина и... И... Для дочери Фамысова Софии. Софии, правильно. И что же? На какую тему именно? Ну, любовь. То, что счастливые часов не наблюдают. То есть, когда люди любят друг друга и счастливы вместе, то они не наблюдают за временем. То же самое сказала. Ну, вы же просили перефразировать, как я поняла цитату. Ладно, давайте Мэри. Что Мэри? Я тебя даже дальше спрашивать не буду. Я тебя вообще исключаю из этого института. Я не понимаю, зачем ты сюда ходишь. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты вообще экзамены сдавала? Ну, я же сдала и поступила сюда. Вижу, здесь что-то нечистое. Ни разу тебя не слышала хорошего ответа за все твои 4 года здесь. Ну, извините, может быть, вы не слышали, потому что вы глухая? Что? Что она сейчас сказала? Ты это тоже слышала? Я это тоже слышала. Мэри, ты можешь мне повторить сейчас, что ты сказала? Пожалуйста. Я все сказала. И я не могу здесь задерживаться. Мне нужно идти. Нет, ты никуда не пойдешь. Идишь на месте. Дожидаешься конца пары, и мы идем с тобой к ректору. Выяснять твое отношение вообще к учебе и к этому институту. Отношение к окружающим. К преподавателям. Это просто бездарность. Ты бездарность. Еще я сумею это говорить. Издеваться над преподавателями. Тебе не стыдно? Бестыжие еще к тому же. Равнодушное, высокомерное к тому же. Ничего не учит. Я же говорю, бездарность. Зачем ты вообще здесь? Я тебя отчислю, честное слово. Я сделаю все, чтобы тебя отчислить. И ты, чтобы не выпустилась отсюда, не получила диплом. А это уже на самом деле вы не имеете права. Ты мне еще здесь поуказывай, на что я имею право, на что не имею права. Хотите, я вам расскажу историю? Да, давайте. Давайте. Когда-то у меня был прелестный ученик. Но в последний год он стал себя вести неподобающе, оскорблял преподавателей. Меня в том числе. Я пошла с ним и подала на него заявление, на его отчисление. Я ходила не раз с ним к ректору. И ректор прекрасно понимала меня. И она верила мне, моим словам. И видела этого человека, и присутствовала на моих парах. И все слышала и видела своими глазами. И она отчислила его. В последнем году. Это было прямо перед... Ну, за месяц, где-то до начала сдачи экзаменов. Чтобы уже получать диплом, оценки. Вот. И все. Чтобы выпускаться уже из этого института. Я ему испортила жизнь. Да, испортила. Но он не имеет права просто себя так вести. И пускай он получил по заслугам. И ты, Мэри, получишь по заслугам. Так что, если ты мне до сих пор не веришь, то вот я тебе наглядный пример привела. И у меня таких примеров еще очень много. Поэтому, поэтому, со мной так обращаться и связываться. Не надо. Есть время подумать над своими словами. Но в любом случае пойду к ректору. Даже если ты подумаешь над своим поведением. Давайте продолжим, пожалуйста. Так, презентация. Слава, может быть, мы пойдем перекусим? А то уже прошло две пары. Где ты пропадала на две пары? Реально у ректора? Ну да, я что буду врать тебе. Привет, Силия. Ой, привет, Ривих. Как у тебя дела? Все круто. Представляешь? Я смогла попасть в компанию, которая поедет на Олимпиаду. На какую Олимпиаду? На Олимпиаду по литературе. Представляешь? Представляет наш институт. Серьезно? Да, там всего пять человек отбирают. Из всего нашего института и со всех наших факультетов. Это безумно круто. Да, это классно, что ты попала в топ лучших учеников, получается. Да! Я просто в шоке. Я до сих пор до последнего не верила, что меня смогут взять. Это очень классно, я тебя поздравляю. Спасибо, Силия. Может быть, кто-то из вас хочет поехать? Например, ты, Силия, ты же сильна в литературе. У тебя вообще по всем предметам отличная отца. Не знаю, мне же нужно готовиться еще к экзаменам. Все повторять. И у меня куча репетиторов. Плотный график, на самом деле. Еще и съемки всякие. Даже не знаю. Мы еще с Лео хотели в отпуск полететь. В отпуск? В отпуск. Ну, да. Накануне экзамена. Ну, я хотела сдать сессию попозже. Но мы же не полетим в июне. А сессия будет в июне как раз таки, поэтому... Не знаю, что делать. Если я поеду на Олимпиаду, то это затянется мне слишком долго же, да? Ну, не знаю, ты все это можешь уточнить у ректора? Привет, Силия. Привет, Вика. Ливи, может, пойдем прогуляемся? Ну, пойдем. Это что сейчас было? Я тоже не знаю, Слава, что это сейчас было. То есть, вы не общаетесь? Давай я тебе об этом расскажу после пар. Ну, окей. Я тогда скажу Риве, что сегодня занят. На этом секретике сегодняшняя часть видео подошла к концу. Если вы хотите увидеть продолжение, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну, а также в комментариях напишите, если хотите увидеть продолжение. С вами сегодня была я, Силия. Вы были на канале Секрет Ока. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok.